В День защиты детей во всех городах и районах Кубани стартовал турнир по уличному баскетболу на Кубок губернатора Краснодарского края. Соревнования прошли как среди дворовых команд, так и среди сборных спортивных школ. В Славянске-на-Кубани турнир состоялся в Северном парке. На спортивной площадке побывали Тина Капачевская и Михаил Варгулев. Игорь Зуйков – воспитанник детской юношеской спортивной школы «Триумф». Баскетболом занимается уже четвертый год. В эту секцию его привел брат, который тоже неравнодушен к такому виду спорта. Меня брат привел, сам чем-то учил, чем-то помогал. И вот я уже сам играю. Уже играю не за свой возраст, а за много старших ребят, уже за 2001 год. Хоть я и 2003 года. Этот вид спорта Егор выбрал не только из-за советов брата. По словам спортсмена, главное в этой игре – продумывать каждое движение. Я смотрел много раз игры на много профессиональных игроков. И мне очень понравилось, как они двигаются, как это нужно думать. Это мне нравится не то, что… Но это как шахматы. И даже намного сложнее. В этот день турнир проводился среди спортивных школ. Играли боксеры, борцы и, соответственно, баскетболисты. Уличный баскетбол, другими словами, стритбол, сложно назвать видом спорта. Это скорее просто увлечение, которое можно сравнить с воркаутом, фитнесом городских улиц. Всекубанский турнир по уличному баскетболу проводится с 2008 года. Это одно из самых массовых соревнований среди детей и подростков в стране. И число поклонников стритбола год от года только растет, говорит директор детско-юношеской спортивной школы «Тиумф» Николай Сиренко. По стритболу проводятся и чемпионаты России, тем не менее, и чемпионаты мира среди взрослых. Ну вот, что-то от баскетбола, что-то от улицы. Играем на одно кольцо, играют две команды по три человека, играют на одно кольцо. Есть определенные правила, конечно. Есть санкт-петербургский стритбол, там свои правила. Ну, мы играем по общероссийским правилам. После торжественного открытия турнира команды приступили к игре, которая получилась очень оживленной. Эти соревнования проводятся в три этапа – внутрипоселенческие, районные и зональные. Проходить они будут в трех возрастных категориях – младшей, средней и старшей. Первый этап турнира будет проходить до 12 июня. Затем, чтобы дойти до финала, победителям дворовых и школьных команд предстоит пройти районные и зональные соревнования. Сильнейшие встретятся в июле в городе Тимошевске. Ребята поборются не только за долгожданные кубки, но и специальные призы турнира – баскетбольные мячи, спортивные рюкзаки и комплекты спортивной формы. Тина Копачевская, Михаил Варгулев, Сергей Тимовский. Программа «События».